Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы сегодня находимся с вами на очередном виртуальном нашем уроке. Рядом со мной, как обычно, мой ученик и помощник Саша Козлов. Он будет принимать ваши пожелания, вопросы, замечания. И мы постараемся их тоже принять во внимание в течение этого урока. Мы с вами продолжаем разговаривать по беседу по статье «Мир» Баля Сулама. И находимся в части, которая называется «Контрасты и противоречия управления». Мы находимся с вами внутри какой-то сферы, которую называем природой, космосом. Не важно, как назвать, но мы находимся внутри чего-то. Какой-то сферы вот такой, непонятной. Правда, мы себе представляем вдруг почему-то себя как бы вне её, вне природы. Мы можем делать всё, что нам было заблагорассудиться, но в итоге мы видим, что мы какие-то не очень особо удачливые существа. И поэтому стоит нам присмотреться к тому месту, где мы находимся, и как мы в нём себя ведём. А вот мы всё-таки сможем улучшить своё существование. Вот об этом и говорится в статье «Мир». В принципе, «Мир» на русском языке имеет два понятия. «Мир» – это как всё существующее, и «Мир» – это как состояние «не война». В Каббале под миром подразумевается шалом. Шалом – это не война, мир, перемирие, это может быть дружба, это может быть вплоть до любви. Потому что слово «шалом» происходит от слова «шлемут». Шлемут – это совершенство, это взаимное дополнение друг друга. Вот когда находятся две части в состоянии взаимным друг друга дополнений, то их такое соединение называется «шалом» – «шлемут». То есть это очень высокое и непростое соединение между противоположностями. Так вот, как привести все части мира к состоянию совершенства, об этом и говорит эта статья. И Валерий Салам хочет нам показать, что, в принципе, привести это возможно только человеку, если он будет изучать окружающего мира, себя, и увидеть чисто опытным путём, что же всё-таки происходит с ним и с миром, и как можно достичь совершенства взаимного дополнения, взаимного единения всех самых противоположных частей природы. Так вот, он говорит, что, наблюдая окружающую нас действительность, мы находим в ней две противоположности. Когда мы смотрим на творение с точки зрения его существования и выживаемости, то мы видим, насколько природа заботится от нас, как она вызывает в каждом элементе желание породить следующий элемент и заботиться о нём, пока он не восстановится и не станет таким же взрослым, как и породивший его элемент, и в свою очередь будет порождать следующий по цепочке своё состояние и так далее. Мы видим, как на любом уровне, на растительном, на животном и на человеческом, то есть кроме неживого, который не развивается практически, что на всех этих уровнях мы видим огромную заботу, которую природа вкладывает как в процесс размножения и продолжения жизни, так и вызывает особое отношение любви, заботы, инстинктивной в объекте, который порождает следующий объект, и который жертвует даже собой для становления следующего своего потомства. И даёт им это нам Баля Сулам на природе человека, на примере человека, потому что человек, в принципе, это самое развитое из наблюдаемых нами существ, и вот в нём мы и видим особый контраст управления двумя силами. Одна сила, которая вызывает в нас желание любить, развивать, рожать, ухаживать за нашими детьми и пестовать их буквально, насколько это возможно. А с другой стороны, когда этот человечек маленький вырастает и получает от нас всё, что только можно, он попадает в огромный жестокий мир, где все его пытаются как-то использовать ради себя и вплоть до убийства, буквально, отношение друг к другу у людей варварское, дикое. Почему же так мы относимся к становлению человека в нашем мире? Природа вызывает у нас такие особые свойства, и наоборот, вызывает у нас совершенно другие свойства, когда мы взрослые относимся друг к другу. В чём же дело? Почему она не могла бы сделать так, чтобы мы все относились друг к другу, как родители к детям? Что бы нам мешало? Раньше было бы плохо. Почему создано такое управление природы в противоречии, в явном, таком противоположном существовании их между собой? И это противоречие, пишет Барис Уилам, заметное любому образованному и чувствующему человеку, занимает человечество ещё с древних времён. И выдвинуты многочисленные теории, которые оправдывают это противоречие и управление природой, существующие в одном мире. То есть мы находимся в сосуществовании двух противоположных антагонистических сил. С одной стороны это любви, а с другой стороны это ненависти. И эти силы, они встерегут друг друга, пытаются уничтожить друг друга и в то же время дополняют друг друга. Вот как нам понять природу, которая таким образом создала в нас эти две противоположные силы? Что же здесь происходит на самом деле? Практически именно благодаря тому, что мы наблюдаем столь противоречивое управление нами, как двумя вожжами, правой, левой, доброй, злой силой, когда в становлении нашем в мире участвует практически только добрая сила, защищающая нас. Самая большая защита у человека, это когда он находится еще в череве матери, а затем постепенно-постепенно отрывается от нее, сначала рождается, так он тоже находится рядом с ней, и затем все больше и больше удаляется, и по мере того, как удаляется, уже попадает под совсем другое, более грозное, отрицательное управление, и требует с него все больше и больше с каждым годом, а затем в школе еще большее требование, ну а затем уже, когда он стал взрослым, так вообще весь мир наваливается на него, и он обязан, обязан, обязан всем. Вот это вот непонятное отношение природы к человеку, оно породило несколько теорий, кто же нами управляет. Первая теория – это природа, так называемая, которая говорит о том, что нами управляет просто бесчувственная природа. Вот так вот мы развились, был какой-то там большой взрыв, бинг-бэнк, мы из него выросли, так сказать, материя появилась, сначала проявилась информация, затем энергия, затем материя, сгустки материи образовали всю Вселенную, в том числе нашу Землю, 5 миллиардов лет назад примерно она начала уже образовываться, наша Земля, и были периоды остывания, нагревания, пока не охладилась она полностью настолько, что стало пригодно для зарождения органической жизни. И появилась здесь вот такая особая, нигде пока не найденная в своем подобии органическая жизнь. Сколько мы не исследуем другие планеты, даже галактики, насколько мы это можем исследовать, мы пока не нашли ничего, хотя, конечно, наша фантазия и наши желания, они пытаются разглядеть во всем и вся каких-то пришельцев и каких-то наших собратьев по разуму. Но тут не только о разуме, а даже о простых элементарных организмах нет речи пока что. И мы видим, что природа создала уникальные условия на планете Земля, причем, насколько мы изучаем все больше и больше эти условия, настолько мы видим, что это невероятное сочетание огромного количества параметров, которые именно вместе и в определенной вот такой вот связи между собой комбинации просто удивительной породили такие условия, что могло зародиться здесь существование органических элементов и белковой материи. Так вот, очень трудно нам верить в то, что это произошло случайно, случайностей нет в природе вообще, мы не наблюдаем, чем больше мы узнаем природу, мы видим, что все четко детерминировано, а вот относительно нашего познания, понимания сознания, то ввиду ночной ограниченности мы все-таки говорим о случайности и не знаем, как разорваться. Или это Дарвин, или это божественное происхождение, какая-то креативная теория всевозможная. Этого мы пока решить с вами не можем, потому что для этого нам надо подняться к настоящему источнику. А пока что мы можем оперировать только тем, что нам дано в наших ощущениях. Так вот, первая теория – это природа, когда мы говорим о том, что нет-нет, ни чувства, ни разума, а вот так все произошло. Имеем ли мы право так говорить? В принципе, имеем. Почему? Потому что мы наблюдаем только то, что можем наблюдать. И только из того, что мы сегодня видим, исходя из этого, мы можем строить нашу теорию. Поэтому вполне возможно, что завтра проявится нечто другое, но пока из того, что я наблюдаю, вот от большого взрыва и до сегодняшнего дня, я не вижу ничего другого, как силы, физические силы, которые развиваются и которые обустраивают как бы нашу Вселенную. И больше ничего. И поэтому я так отношусь к этой природе, как к чему-то механически развивающемуся. Мы не можем говорить о том, что такого не может быть, или должен быть какой-то разум, какой-то план. Мы же наблюдаем сегодня план природы. Да, мы его наблюдаем, но все равно до тех пор, пока я не раскрыл, что существует нечто более высшее, чем наблюдаемое мной. Я принимаю во внимание только то, что я наблюдаю. Нет большего у судьи, чем видят его глаза, как говорит древняя мудрость. Так вот, поэтому это первая теория, она действительно и первая. Это неживая природа. Неживая имеется в виду неодушевленная, имеется в виду небожественная, которая развивается, потому что она так развивается. все. Но этого подхода к жизни недостаточно. Почему? Потому что все-таки мы видим, что управление нами, оно осуществляется с великой мудростью. И существует огромная-огромная мудрость в каждой клетке, в каждом существе, в каждом произведении природы. И мы поэтому все-таки идем обратно от настоящего и говорим, что если природа создает разум, природа создает такую динамику потрясающую в развитии своих алиментов, значит, в ней самой это есть. Не может быть, чтобы это развилось без какого-то предварительного плана, каких-то примеров, деталей внутренних, может быть, энергетически-информационных, невидимых нам, но такие основы должны быть заранее заложены. И поэтому начинаем мы говорить о том, что существует какой-то извечный, предварительный порядок существования, какой-то план, какая-то мудрость, которая затем притворяется в нашем мире. То есть высшая сила, высшая воля. И на сегодняшний день, хотя мы ее не наблюдаем, но мы все равно видим ее следствие. И поэтому, идя от обратного, по индукции, мы уже можем говорить о наличии в природе того, что мы видим в нас. То есть не может быть в нашем мире, как в мире действия, выполнения того, чего нет в природе в виде замысла и программы. Это вторая теория, которая все-таки предоставляет природе права на разум, на программу, на замысел и на конечную цель. А мы являемся уже внутри этой программы исполнителями, и мы видим, что действительно от нас ничего не зависит. Существует какой-то рок, или это потому, что неизвестно нам, или какая-то программа, по которой мы идем вперед и выполняем ее безукоризненно. Можно предсказывать, если у кого-то есть эта возможность, даже о будущем. И мы знаем, что такие случаются в нашем мире случаи предсказания будущего и действительно имеют место и выполняются. То есть все это каким-то образом где-то заложено выше времени и выше того, что существует и проходит по нам. И от нас это каким-то образом скрыто. Но эта теория, которая говорит о двух силах доброй, злой, замысле природы, ее совершенстве, ее программе, плане, этого недостаточно. Недостаточно теории двоевластия, когда существует плохая и добрая сила, и они противодействуют между собой. Когда мы наблюдаем природу, мы видим огромное количество различных сил, находящихся в постоянной борьбе друг с другом, на разных уровнях, разного качества. Неживой растительный животный и человеческий потенциал в природе присутствует. Если это так, значит, существует множество источников всевозможных сил управления, которые на разных уровнях и в разных комбинациях воздействуют на нас. Если так, то как бы существует множество богов, сонмы богов, мы знаем, что еще в древности, особенно в Древней Греции, это все было очень популярно, тогда был расцвет этих теорий в колыбели философии. И из этого сонма божеств, то есть сил природы, неважно как называть, кто к чему больше склоняется, в принципе, это не имеет значения, тоже появляется очень много всевозможных теорий. И тут уже возникает, когда возникает уже отношение к этим силам природы, как к силам имеющим свою волю, свой план, то естественно человек уже начинает развивать к ним какие-то свои особые отношения. То есть а могу ли я воздействовать на эту силу, если в ней существует план, разум, если она как минимум имеет те же свойства, что и я, и намного выше, если она создала меня, то очевидно в ней эти свойства заложены. Не может быть у отдающего должно быть то, что он отдает. То есть если меня создает кто-то, то в нем все, что есть во мне, существует в каком-то виде. Это может существовать в виде плана, программы, с какими-то исходными материалами, не в таком виде, как я создан, но это находится, допустим, в виде капли семени, как рождается человек, с чего он начинается, и так далее. То есть человек начинает уже обращаться тогда к природе, и вот здесь возникает уже зачатки религий, верований, поклонений, задабриваний этих сил. То есть уже отношение к природе не как к единой неживой силе, внутри которой я существую, и выше которой я могу подняться, покорять ее, завоевывать ее, и делать с ней все, что пожелаю, а уже начинается другое отношение к природе, как к живой, как к определяющей силе, определяющей нашу судьбу и так далее. Ну и отсюда все множество верований, их около трех тысяч восемьсот вер, верований вообще в нашем мире насчитано. Но все равно человек пока что находится в таком состоянии, когда ни о чем толком он сказать не может, и во всех них он просто путается, а в нем это смешано в особой такой очень интересной пропорции, что даже вот я из своей практики вижу, находясь в различных местах мира и обычно встречаясь с различными людьми, практикующими различные методики, теории, верования, веры, все они, никто из них не находится в каком-то чистом виде, в какой-то методике или теории. Все они протерпели уже за эти столетия взаимное включение друг друга и не понять действительно, иногда человек начинает одну фразу, он говорит как христианин, и вторая его фраза, она языческая, а следующая фраза тоже состоит из двух или трех частей, где там часть из конфуцианства и часть из Древнего Рима и тут же Древняя Греция или современное православие там, допустим, и так далее. То есть вообще это, конечно, является следствием и нашей школы, и вообще общего образования, и средств массовой информации, которые нас перемешивают в этом мире. Ну, в общем, в принципе, это не важно. Нам, для выяснения нашей проблемы, есть еще только одна теория, очень интересная, которая говорит о том, что, да, существует Творец, высшая сила природы, со своей программой, планом, управлением, системой управления нами, и он нами управлял, и мы развивались, и развивались, очевидно, правильно когда-то, а потом он увидел, что мы вообще неправильные, все злые, вот и в Библии даже описывается в рассказе о потопе, что увидел Творец, что человек злой, неисправный, и решил погубить всех, потопить, и так далее. То есть есть для этой теории тоже какие-то свои основания, и в итоге она тоже имеет место. То есть мы говорим здесь о Творце, о высшей силе, которая существует в мире, создала нас, зачала нас, столкнула нас вперед, сопровождала нас на каком-то отрезке историческом нашем развитии, а затем оставила нас, отошла в сторону, а мы поехали вперед дальше, управляемая уже только лишь своим эгоизмом, своими нехорошими в общем-то основами, свойствами. И поэтому мы на сегодняшний день находимся в подвешенном состоянии, делай что хочешь, а там уж куда жизнь приведет. Но с другой стороны это все-таки не так, потому что по мере того, как мы раскрываем с одной стороны психологию материалистическую, материалистическую, то есть исходящую из практического опыта, а с другой стороны все остальные естественные науки, мы все больше и больше убеждаемся, что в мире все-таки царят абсолютные законы. Мы их не знаем полностью, мы знаем частично и не все, то есть и по количеству и по качеству нам еще остается очень много узнать, и неизвестно узнаем ли мы их все, потому что мы ограничены в своем постижении нашими пятиорганами чувств, но все-таки несмотря на то, что то, что мы изучаем в природе, мы можем привести к одному единственному выводу, все абсолютно связано, все действует по одной единой программе, все происходит под четким законом логическим, причинно-следственным, и если мы наблюдаем какие-то неисправности, то в итоге это возможно от того, что мы сами неисправны, и поэтому мы не видим всего замкнутого этого цикла, природы в таком виде, чтобы иметь возможность ее полностью познать и оправдать. То есть мы должны здесь внести поправку на погрешность нашего наблюдения. Кто наблюдает ограниченный маленький эгоистический человечек, который через свой эгоизм просеивая приходящую информацию, не может ее правильно в себе проанализировать, собрать, синтезировать и привести к какому-то правильному результату. и поэтому мы должны, если мы желаем, а мы желаем таки понять на самом деле, где мы находимся и что с нами, то мы должны продолжать исследовать природу. только исходя не из каких-то религий, верований, условностей, но относясь к ней абсолютно четко, логически, здраво. И когда мы таким образом начинаем ее исследовать, то мы в принципе, давайте зайдем с другой стороны. Не со стороны, кто такая природа и что такая природа. Здесь мы очень ограничены в наших органах чувств, в наших возможностях. Мы не представляем себе, как бы чувствовали мы природу, если бы мы были с другими свойствами и нам никогда этого не понять и не узнать. Давайте мы будем исследовать ее в рамках тех условий, в которых мы существуем. Не будурствуя лукаво. Что требует от нас природа? Давайте сначала вот так подойдем к этому вопросу. Мы видим, что природа требует от человека, может быть, когда мы начнем отвечать на ее вызов, то мы сможем узнать на самом деле из этого вызова что нам надо дополнить. И может быть, наше дополнение к природе, к тому, что она от нас желала бы, приведет нас к пониманию цельной ее картины. Из этой цельной картины мы сделаем уже тогда все остальные выводы. То есть давайте смотреть не с точки зрения ну что там у нее, а смотреть так, якобы мне не надо ничего делать, я в полном порядке, я только должен изучать природу для того, чтобы изъять из нее как можно больше для себя якобы полезных, нужных мне свой, законов, элементов и так далее. Может быть, я буду по-другому смотреть, может быть, я начну с того, что природа она вечна и совершенно. Мы же видим, исходя из нашего космоса, хотя он и зародился, как нам сегодня показывает наука 15 миллиардов лет назад, но до этого, возможно, тоже существовало что-то, или даже, как говорят физики, до этого не существовало времени, то есть правда существовало вообще на каком-то ином уровне, то есть мы говорим вообще о каком-то очень огромном и сложном механизме, который выше сегодня нашего сегодняшнего понимания, охвата. Значит, давайте примем так, просто постулат, природа совершенна, она идеальна, она абсолютна, она не нуждается ни в чем и ни в ком, она создала всю эту Вселенную и нас, для того, чтобы мы пришли к такому же совершенству. то есть мы не будем смотреть, что я ищу в природе чего-то там и пытаюсь ее узнать и отношусь к ней как к чему-то несовершенному и я ее буду дополнять своими действиями. Давайте будем смотреть так, природа совершенна и требует от меня дополнения к себе. Довести себя до совершенства. А довести себя до совершенства это значит довести себя до подобия природе до полного взаимодействия до гомиастайса. Как же я достигну такого состояния? Для этого нам надо изучить себя и прислушаться к тому, что природа требует. И мы увидим, что природа в принципе предлагает нам в тех условиях, которые она нас ставит достичь совершенства. Каким образом? В первую очередь она нас ставит в огромную проблему с нашим окружением, с человечеством. Мы находимся относительно человечества в каждой из нас в противостоянии. Я не люблю, ненавижу, удаляюсь, развожусь, использую других ради себя, мне ничего не интересно в мире, кроме как подавить этот мир, поставить его под себя, сделать его в каждую минуту как-то управляемым мной. Это наша природа. Разве в таком состоянии я могу достичь совершенства и слияния с ней, быть ее интегральной частью? Нет. Значит, к совершенству я могу прийти, только если я себя изменю в подобии ей. И когда я начинаю такого вида исследования над собой проводить, я вижу, что природа заранее создала нас взаимозависимыми друг от друга. Мы не можем никуда отдалиться друг от друга. Человек, отдаляющийся от общества, обречает себя на муки, на проблемы, если вообще в состоянии выжить. Творец так или природа специально нас создали такими, чтобы мы дополнили себя, добавили себя, не удаляясь от общества, а именно приблизив себя к нему до абсолютно полного взаимодействия с ним. Если я нарушаю в таком случае законы правильного общежития, то я таким образом нарушаю законы природы. А если я постигаю законы правильного общежития, включения в социум, вообще в человечество, то вот это моё правильное цивилизационное включение во во всё человечество, оно даёт мне огромные какие-то новые знания, каким образом это надо сделать, что надо в себе изменить, чем я могу дополнить себя до полного совершенства подобного природе. И таким образом я начинаю изучать всю природу, начинаю ощущать и понимать её всю, её замысел на себе, её волю, её начало и конец. И таким образом становлюсь равным ей. То есть, в принципе, если человек меняет своё отношение к миру с того, что он пытается прогнуть мир под себя, на отношение, когда он желает не прогнуться, не надо, дополнить себя до совершенства мира, тогда он начинает видеть, что всё создано для достижения совершенства, для абсолютно полного познания и обретения вот этого совершенства в его же существовании. Вот это вот отличие двух мировоззрений отношений к природе, оно на самом деле краеугольно. Если я отношусь к природе как к чему-то, что она должна меняться, то я здесь или материалист безбожник или религиозный человек. Материалист он хочет под себя прогнуть природу своими руками, а человек верующий хочет прогнуть природу как творца, чтобы был к нему милостив. И в том и в другом случае я жду от природы, чтобы она изменилась. А наш подход заключается в том, что мы говорим «Нет, тебе никому обращаться. Представь себе природу как огромнейший общий закон совершенства, вечности, гармонии. Если она такова, не имеет значения, она разумна или неразумна, чувственна или бесчувственна. Но если она совершенна, тебе некому обращаться, потому что совершенство не может измениться. Значит, и сейчас оно относится к тебе совершенно. И в будущем будет относиться совершенно. А то, что ты чувствуешь в своем существовании различные состояния и далеко несовершенные, это потому, что ты должен меняться. Значит, ты должен найти силы в себе или в окружающей тебя сфере, с помощью которых ты можешь измениться, подстать вот той совершенной природе, в которой ты находишься. Вот этот подход, он каббалистический. Единственное, что здесь отличает этот подход всех остальных, когда человек говорит, только я должен меняться, и никто другой в мире из окружающих меня, и, естественно, не сама природа, не живая растительная и животная. То есть, из всего, что вообще находится вне меня, должен меняться только я. И тогда мы ищем, с помощью чего мы можем меняться, и мы обнаруживаем в природе эти силы, и программу нашего изменения, каким образом мы можем это произвести на себе, все эти последовательные ступени развития до полного подобия совершенства, гармонии природы. этим отличается наш подход. То есть, это подход неверующий, это подход нематериалистический, он не имеет отношения никакого ни к мистике, ни к каким другим теориям. Он говорит только о том, что человек, он единственное существо, подлежащее исправлению. и таким образом он должен видеть себя, а весь остальной мир только лишь как средство для своего исправления. И, исходя из этого, мы уже можем начинать действовать. А вот каким образом действовать? Для этого нам уже объясняют те люди, которые прошли на себе исправление, что мы можем делать. И может мы пока поспрашиваем людей, потому что мы сейчас войдем уже в теорию исправления. Она, я думаю, может мы даже не успеем сегодня ее изложить. У нас еще будет следующий урок через неделю, а потом я улетаю и два урока и, ну, в общем, надо будет объявить, посмотреть, что у нас там будет. Будет несколько пробелов у нас, потому что Конгресс в Риме, у нас пропадает урок, это через неделю, через 14 дней и воскресенье, через воскресенье. И потом я приезжаю, у нас будет урок, по-моему, одно воскресенье, и потом снова Конгресс в Мадриде, не будет урока, и потом снова у нас не будет урока, потому что будет уже Конгресс в Москве. Но следующий урок у нас будет. И мы закончим с вами эту статью. Дальше уже идет методика исправления, теория исправления. То, что все предыдущие методики вы прочтете в книге, в статье Мир Баля Сулама, вот в этой книге, если она на русском языке, я в нее подглядываю, чтобы идти более-менее по тексту. То мы закончим эту статью. Да и примерно вы знаете, о чем я дальше говорить буду. Нам главное было перебрать вот эти все верования, веры, материализмы всякие. Тут сюда же входит очень много всевозможных идеалистических подходов в теории, древних, новых. Их нет, им нет вообще счета, не счастьях. Но это все находится в той части, где мы требуем от природы, чтобы она изменилась. Я тебе дам, ты мне дашь. Задобрить Боженьку, или менять реки на обратные, или еще там чего-то делать, но не меня лично. Вот тут эгоизм человека просто заслоняет эту возможность, он ему не дает об этом даже думать. Себя? Я? Как я могу себя изменить? У меня даже для этого нет сил? Ну, я могу походить к психологу, он мне научит там немножко чему-то. Ну, там жизнь, конечно, ломает, заставляет. Ну и что? Вот и все. А сделать себя подобным совершенству, гармонии, вечности, природы, я даже не знаю, что это такое, покажи пример. Так ведет себя человек, и, в общем-то, он прав. Значит, методика должна заключать в себе постоянные примеры извне. Откуда нам их взять? Как мы знаем, мы эти примеры получаем от нашего маленького окружения, которое сами создаем, от группы. То есть природа специально создала уже заранее, запрограммировала такие явления внутри нашего человеческого общества, когда люди, которые из всей массы людей собираются, то есть чувствуют в себе потребность духовного постижения, то есть вечности, совершенства природы, ее замыслы, ее идеи, и внутри себя они внутренне как-то ощущают, понимают, что надо даже себя менять, что-то надо из собой делать, готовы внутренне на самопожертвование, на возвышение над самим собой. Такие люди собираются в группы. У них существует взаимное притяжение друг к другу. И появляется учитель, и тогда уже идет дальше этот процесс. То есть они вокруг себя создают матрицу правильного как бы поведения, маленькое общество, маленькое окружение, которое демонстрирует относительно каждого из участников правильное поведение, или, можно сказать, идеальное состояние природы, когда люди общаются между собой любовью, связью, дружбой, единением. и на каждого из человека, на каждого из участников эта группа, это окружение производит вот такое вот действие, постоянное прессирующее такое доброе давление, вынуждающее его постоянно замерять себя относительно этого окружения. И вот у него уже есть практическая работа. Постоянно меняя окружение, сознательно вместе с остальными своими товарищами по группе, поднимая его и больше, и больше, и больше, он таким образом вызывает на себя правильное воздействие, которое вынуждает его так же подняться больше, выше, выше, выше. И таким образом растет. То есть, как бы вытаскивает сам себя за волосы из этого эгоистического болота. сам себя имеется в виду воздействия на окружение, через окружение вытаскивает себя. И вот таким образом мы видим, что природа практически предусмотрела это действие. И тот же библейский закон возлюбив ближнего, как себя, и все, что нам дано в этом мире, достаточно для того, чтобы прийти к полнейшему совершенству гармонии. это все в наших руках. Так что мир мы можем достичь, совершенства. Но мы об этом еще будем говорить дальше. Давай попробуем. Я немножко все-таки скакнул вперед. Да. очень много вопросов. Ирина из Тбилиси спрашивает вас. Какие свойства и качества надо развить, чтобы мы достигли совершенства? К чему мы должны стремиться? Только лишь поднимать важность окружения, то, что говорит нам Рабаш в своих статьях, с помощью этого окружения вызывать в себе зависть, ревность, всевозможные отрицательные побуждения, они становятся положительными, когда ты работаешь ими с окружением. Потому что отрицательные все эти свойства против отрицательного нашего эгоизма минус на минус дает плюс. И мы в итоге поднимаемся. Владимир из Москвы спрашивает. Что такое замысел до его реализации? Это так же как у нас замысел. Замысел состоит тоже из многих частей. Мы их проходим в учении о десяти сферотах. Это четыре стадии прямого света, где свойства творца и зачаток творения находятся вместе, и творение попадает первый раз под развитие творца. Под творцом называется добрая основоблагающая сила природы, которая просто сила совершенства, сила доброго влияния, сила любви, благодаря которой существует вся материя, сила притяжения, размножения, сила, которая развивает. И одновременно с этим должна быть деструктивная сила, разрушающая, которая противодействует ей, потому как невозможно никакое строительство соединения между различными элементами, блоками природы, если не разрушать в них то, что им мешает. Поэтому должна быть сила разрушающая те мешающие построению свойства и сила развивающая те свойства, с которыми затем создаются новые блоки. И мы наблюдаем это в природе, иначе жизни нет. Она возможна только на правильном соединении двух противоположных свойств сил. Так вот, и мы в своем движении вперед используем эгоизм. В отличие от всяких других верований, религий, методик, именно благодаря ему мы все время строим себя. То есть мы привлекаем положительную силу природы и отрицательную силу своего эгоизма, и с помощью их обоих мы постоянно себя строим, обрубая у себя всевозможные неправильные, нехорошие, вредные свойства и оставляя только те, с помощью которых я могу соединяться с другими, я таким образом соединяюсь. Соединился, а на следующем этапе я вызываю эти отрицательные свойства, которые я не мог использовать, которые я отрубил, обрубил, убрал от себя и уже могу их использовать и так далее. То есть я все время частично сортирую в себе, анализирую все свои внутренние параметры, те, которые пригодны для того, чтобы я сейчас вырос немножко вперед, я их культивирую, а те, которыми я пользоваться не могу, я их временно от себя отсекаю и таким образом расту. И на каждой ступени естественно мой анализ все более и более точный, глубокий. Так я продвигаюсь вперед, количественно и качественно. До тех пор, пока я полностью не готов применить весь свой эгоизм, всю свою природу для связи, для слияния со всем мирозданием. Таким образом я означает привел себя к полному исправлению. То, о чем мы говорили, что я лично должен только лишь измениться, а природа остается той же. И таким образом получается, что группа, в которой я при этом расту, она сливается со мной вместе в одно единое целое. И она и я сливаемся вместе с природой в одно единое целое в полной гармонии. И достигаем мироощущения, миропознания вечного и совершенного. И это является нашим существованием на уровне человек. Потому что до постижения этих уровней мы практически существуем как животные. Можно ли при этом сказать тогда, что я стремлюсь и любой человек стремится в духовном развитии не стать хорошим, не какие-то хорошие свойства приобрести, а именно в развитии, в комплексном таком развитии, то есть развить в себе все свойства. Хорошие свойства или плохие это вообще очень условно деление. Если я могу с этими плохими своими свойствами притянуться и включиться в коллектив, в сообщество, в человечество, в цивилизацию, то значит это хорошо. И когда я иду на соединение, на контакт, то нет ничего плохого. Тут и плохое, и хорошее, они практически равноценны, потому как не может быть одно без другого. Контакт он идет по двум параллельным каналам. Правой и левой линии, допустим. Положительная отрицательная силия. Я не могу работать только с положительной или только с отрицательной, потому что я подключаюсь ко всем остальным, я являюсь теперь уже вместе с ними какой-то их интегральной частью, через которую проходит вся эта энергия, информация. Это все проходит только в том случае, если у меня есть и положительная и отрицательная силы. Но при этом к отрицательной силе я не стремлюсь, она сама раскрывается. То есть нет такого, что я хочу и положительные силы раскрыть, и отрицательные силы. Я обязан раскрывать отрицательные силы, потому что без них я не смогу работать с положительными силами. Это как любая батарейка стоит из плюса-минуса. Любая система состоит из входа-выхода, иначе вещь в себе, она мёртвая. Любой атом, любой всё состоит, любое движение, оно может быть только от одной силы к другой, при воздействии двух сил. Нет вообще в природе такого элемента, в котором была бы только одна сила. Он не существует. Такого невозможно ни мысли, ни желания, ни материи в любых её видах. всё состоит сразу же из двух сил. Мы это изучаем из учения о десяти сферотах, что как только возникло вот этот замысел, то сразу же в этом замысле уже существовало будущее творение. А иначе замысла даже не могло возникнуть. Здесь, конечно, существует проблема с объяснением немножко как-то всё могло произойти. Но мы говорим о том, что творение возникает вместе с замыслом о нём. Не может быть одно без другого. Это всё равно что вопрос, что было раньше, яйцо или курица. Мне просто смущает, что также в Кабале говорится о том, что человек начинает ненавидеть свой эгоизм. Он с ним как бы знакомится и к нему так относится. Это только поначалу, когда он ненавидит себя. Только ещё не смышлённый начинающий ученик ненавидит свой эгоизм и ненавидит, то есть желал бы от него избавиться. Это на первом этапе так. А затем он понимает, что он должен над ним приподниматься и таким образом он именно приподнимаясь над эгоизмом, то есть с помощью этого подъёма над ним, то есть сама высота подъёма над эгоизмом, она определяет свойства отдачи, которые он обретает при этом, а затем обретя это свойства отдачи, поднявшись полностью над своим эгоизмом, он начинает с этим эгоизмом работать, то есть эгоизм обращается при этом в нём в место, где раскрывается высший свет. Так что настоящий духовно продвигающийся никогда свой эгоизм не потеряет. Он наоборот. Бережно к нему отдачи. Да, это, 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 если бы не это, то как бы я вообще бы работал над собой, с собой, что бы я мог постичь, где бы я мог ощутить. Всё находится внутри эгоизма. Мы учим из науки Каббала о том, что только намерение, как работать с ним, мы меняем, эгоизм, сам эгоизм, он, это единственное, что в нас есть, это наш материал. Так что не надо о нём переживать, надо просто научиться, как правильно к нему относиться. И всё. И он создан в нас по мощи, по высоте своей, равной всему миру, то есть Творцу. Александр из Галифакса из Канады спрашивает, даже настаивает, чтобы ответили, почему мир устроен так, наверное, плохо ему кажется, что в основном страдают порядочные и честные люди, а те, кто уничтожает людей, строит своё будущее на костях, других живут в сказке, всё у них хорошо. Вам так кажется, потому что те люди, которые находятся как бы внизу, по вашей иерархической лестнице, они бедные, страдают, у них ничего нет, унижены, а вот люди, которые находятся наверху пирамиды, они наслаждаются жизнью, у них всего полно, они радостны, счастливы, эксплуатируют других, этих несчастных, бедных и так далее. Почему так всё устроено? Потому что эти люди, которые находятся наверху, они очень большие эгоисты, поэтому они достигли верха. А теперь представьте себе, если человек снизу достигает верха, по дороге он становится таким же эгоистом, иначе бы он этого верха не достиг. Как мы с вами только что говорили на предыдущем вопросе, то именно благодаря эгоизму мы поднимаемся наверх. Поэтому для того, чтобы стать допустим президентом, вам нужен огромнейший эгоизм, вам нужно огромное желание, вам нужны сила воли, вам нужна убеждённость, такая, что вы можете идти по трупам. И на самом деле, пока человек достигает такого состояния, он в полном смысле готов на всё. А если вы слабенький, если вы не с большими желаниями, если вы слабовольны, так это естественно вы будете внизу пирамиды. Так что они же не так очутились наверху сами по себе, именно бодеря своему эгоизму. Взращивайте свой эгоизм, окажетесь наверху. И так тогда вы будете такими же как они. Вот ещё один вопрос об эгоизме, наверное. Сильвия из Гватемала спрашивает, почему простые люди легче ощущают законы и чувствуют законы природы? Например, такие индейцы настоящие, они как бы чувствуют себя как-то уже слитыми с природы, а образованный человек разве-то нет. Да, а даже в Израиле эти бедуины, которые живут в пустыне, они очень чувствуют природу, буквально по маленькому облачку они могут угадать, что происходит за 100 километров от них, и по деревцу почувствовать, что будет, и так далее. это просто общность природы, мы тоже владели когда-то этими свойствами, но постепенно цивилизация, она нас огрубила и выбила эту возможность из нас. А человек, когда он начинает изучать снова кабалу, сближается с природой, то отчасти он возвращает к себе эти свойства в мире любви к природе. Если бы мы с вами жили на природе и обладали бы к ней особым отношением, уважения, любви, понимания, то естественно мы бы ее слышали, видели совершенно иной, мы бы получали от нее миллиарды всевозможных знаков. А если так мы находимся в таком эгоистическом взгляде на природу, нам все равно и в итоге, конечно, мы приходим к нехорошему состоянию. Видите, происходит какой-нибудь цунами или взрыв, землетрясение, вулкан, ни одно из животных не погибает. Они все за неделю до этого, за три дня до этого минимум они убегают с этих мест. А человек не понимает, что с ним произойдет. Вот вам и венец творения. Как вы говорите. Мы говорим о том, что он не венец. Он самое начало, самое низшее точка творения. До венца ему надо расти. Ну, я надеюсь, что мы с вами дорастем. По крайней мере, у нас есть все предпосылки, есть огромное прекрасное окружение, которое мы с вами создаем, конгрессы, на которых мы сейчас отработаем всю эту методику. сплотимся друзья и достигнем совершенства. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!